Ежегодно весной многие экспертные жюри литературных премий подводят итоги за первое полугодие текущего года. Ориентироваться в море новых лучших книг читателям поможет видеопрезентация библиографов Центральной городской библиотеки имени Ломоносова литературные премии первого полугодия 2023 года. Победители литературных конкурсов обычно мы узнаем в конце текущего года. Выбрать лучшие книги могут сами читатели, приняв участие в голосовании, если книга доступна в Литрес или на сервисе LifeLib. Это крупнейшие русскоязычные книжные сервисы, и голосование проходит в течение нескольких месяцев. Желающие принять участие в голосовании смогут прочесть и прослушать эти книги. Самые престижные литературные премии – это большая книга «Ясная поляна» для юных читателей лицей, книгуру и другие. 1 июня 2023 года, как раз перед началом ежегодного книжного фестиваля «Красная площадь» экспертной комиссии, были названы имена писателей, чьи произведения вошли в короткий список. Шорт-лист 18 сезона Национальной литературной премии «Большая книга». В короткий список отбираются произведения из длинного. На конкурс было получено всего 322 произведения из разных городов и республик Российской Федерации. Из них выбрали 51. Окончательно в шорт-лист вошли 15 авторов с романами, повестями, документальными книгами. Это выбор экспертной комиссии. Из них выберут три первых места с денежными вознаграждениями. За первое – 3 миллиона рублей, за второе место – полтора миллиона и за третье – миллион. В прошлом году в литературном конкурсе «Большая книга» призовые места распределились так. Первое место у Павла Басинского с книгой «Подлинная жизнь Анны Карениной». Второй приз был присужден Алексею Варламову за имя Розанова. А третье место досталось Сергею Белякову за книгу «Парижские мальчики в Сталинской Москве». Книги Павла Басинского и Сергея Белякова есть в нашей библиотеке. Имя Розанова Алексея Варламова можно прочитать на Литрес. А вот некоторые книги, попавшие в короткий список премии этого года. Василий Авченко «Красное небо», Юй Буйда «Дар речи», Оксана Восякина «Роза», Эдуард Веркин «Снарк-снарк книга первая», Чагинск «Снарк-снарк книга вторая», «Снег энцелада», Михаил Везель «Создатель жизни и приключений Антона Носика», «Отца Рунета», Триксера, Блогера и Первопроходца, Евгений Водолазкин, Чагин, Дмитрий Захаров, Комитет охраны мостов и другие. Алексей Салников представил роман «Культриггер». Он вошел в короткий список премии «Большая книга». Писатель, автор романов Петрова в гриппе и вокруг него, отдел, опосредованно, а также нескольких поэтических сборников. Лауреат премии «Национальный бестселлер», финалист премии «Большая книга» и «Нос». Приезжал на фестиваль «Белый июнь» и встречался с читателями в 2022 году. Новый роман Алексея Сальникова «Культриггер» написан автором в жанре городского фэнтези. 2019 год. Маленький уральский город. «Культриггеры» – особые существа, чья работа – сохранять тепло в остывших городах и быть связующим звеном между людьми, хирургами и чертями. Главная героиня Прасковья – как раз «Культриггер». Ей две сотни лет. Она меняет внешность каждые четыре месяца и дорожит лишь гомункулом, своим спутником и помощником, принявшим вид ребенка. Но вдруг гомункул начинает угрожать опасность. Книга поступила в Центральную городскую библиотеку, есть в нашем фонде. Евгений Водолазкин – автор романов «Лавр», «Авиатор», «Соловьев и Ларионов», «Бризбен», «Оправдание острова», сборников короткой прозы «Идти бестрепетно», «Инструменты языка», «Лауреат премии «Большая книга», «Ясная поляна» и «Книга года». Произведения писателя переведены на многие языки. На этот раз на суд жюри читателей он вынес книгу «Чагин». Герой повествования Исидор Чагин может запомнить текст любой сложности и хранить его в памяти как угодно долго. Феноменальные способности становятся для него тяжким испытанием, ведь Чагин лишен простой человеческой радости – забывать. Все, к чему бы он ни прикоснулся, становится для него в буквальном смысле незабываемым. Великий дар – это нарушение гармонии. Памяти необходимо забвение, слову – молчание, а вымыслу – реальность. В жизни они сплетены так же туго, как трагическая и комическая в романах Евгения Водолазкина. Автор обращается к своим излюбленным темам – памяти, времени, истории. Книга есть в Центральной городской библиотеке. Алексей Калмогуров представил на суд экспертного жюри и читателей роман «Отма. Спасение Романовых». Альтернативная история – гибкая материя. А что, если царской семье удалось бы избежать трагедии в Батьевском доме? Но привело ли это бы их к спасению? Алексей Калмогуров – режиссер, сценарист телесериалов и художественных фильмов, лауреат профессиональных кинопремий. «Отма. Спасение Романовых». Демютный роман режиссера. Полнокровный, динамичный, живой, настоящее эпическое приключение. Вот фрагмент книги. Начинаю эти записи сегодня, в день, когда наш беспримерный поход завершился столь невероятным образом. Я, Леонид Анинков, мичман Императорского военно-морского флота, 1898 года рождения, удостоверяю, что все описанное здесь есть правда и только правда. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года я участвовал в операции по спасению государя-императора и августейшей семьи из большевистского плена в доме Ипатьева в Екатеринбурге. В романе вымышленные герои действуют наравне с реальными историческими персонажами. Следующий номинант на премию «Большая книга» Михаил Турбин с книгой «Выше ноги от земли». Автору 37 лет. Он публиковался в журналах «Волга», «Знамя», «Этажи», сборнике рассказов «Счастье-то какое», в ряд премий журнала «Знамя» и премии для молодых писателей «Цей-22». Михаил Турбин – участник книжного фестиваля «Белый июнь» 2023 года. Герой романа «Выше ноги от земли» Илья Руднев. Он талантливый врач, работает в детской анимации. Упорно, иногда без надежды на успех, бьется за хрупкие детские жизни. Это не просто работа. Со смертью у Руднева личные счеты. Год назад в один из дней он потерял жену и сына. Илья старается забыться в работе, вынурнуть из чувства вины. И это почти получается. Но однажды скорая привозит в больницу мальчика, который как две капли воды похож на погибшего сына. Майя Кучерская, писательница, литературный критик, так написала о романе Михаила Турбина. Этот роман – проницательный и точный диагноз современной России, написанный увлекательно, живо, с большой любовью к своим персонажам и к нам, людям. Писательница Мария Степнова высказалась более лаконично. Блестящий, написанный, страшный и увлекательный роман. Юрий Буйда – журналист, прозаик, автор романов «Пятое царство», «Вор», «Шпион» и «Убийца», неоднократно становился лауреатом литературных конкурсов. Его книги переведены на многие языки страны группы. На национальную премию «Большая книга» претендует роман Юрия Буйды «Дар речи». В романе отражен дух эпохи – перестройка, становление российского бизнеса, появление медиахолдингов и их распад. Главный герой романа Илья Б. Шрам в 16 лет обретает отца, известного неведущего, а также единокровного брата, любимую на всю жизнь женщину и семью – старый московский клан советской аристократии. Здесь богемствующие журналисты, офицеры КГБ и красивые женщины ведут остроумные беседы, они ироничны и циничны, блестяще эрудированы и владеют несколькими языками, не боятся свободомыслия и фрондерства. У каждого из них, помимо общих грехов, есть личный набор скелетов в шкафу из прошлого. И некоторые тайны ведут в 30-е и даже на эволюционные годы. Эта тема – истории семьи и истории государства. Мы поговорили лишь о некоторых номинантов на премию «Большая книга». Еще одна престижная российская литературная премия – «Ясная поляна». Она поддерживает традиции классической и актуальные тенденции современной русской литературы. В состав жюри премии, которую возглавляет праправнук Толстого Владимир Ильич, входят известные российские писатели, литературные критики и общественные деятели. Премия имеет несколько номинаций – «Современная русская проза», «Иностранная литература». В 2023 году добавлены две номинации – «Пропущенные шедевры» и «Личность». Основная номинация премии «Ясная поляна» – «Современная русская проза». Она отмечает выдающееся произведение современного автора, которое отражает актуальные тенденции русской литературы и несет в себе идеалы «Человеколюбие». Длинный список премии формируется в мае, короткий – в сентябре. Лауреат объявляется в октябре. И лауреатами номинации считается основной в этой премии «Современная русская проза» были Евгений Чижов, Сергей Самсонов, Евгений Водолазкин, Ольга Славникова, Андрей Рубанов, Гюзель Яхина, Нарине Абгарян, Александр Грегоренко. Длинный список литературной премии «Ясная поляна» составили 30 книг. На премию претендует книга Василия Авченко «Красное небо». Она о Дальнем Востоке первой половины XX века, включая смутные годы гражданской войны и почти пятилетнюю интервенцию. «Полузабытая война» через судьбу персонажа, военного летчика Льва Колесникова, Василий Авченко рассказывает малоизвестную страницу советской истории «Участие СССР в Корейской войне 1950-1953 году». Книга о неизбывном стремлении человека к небу, к луне, к звездам. Из повествования мы узнаем о космической гонке СССР и Штатов «От первого спутника до высадки человека на Луну». О странных сближениях, загадочных совпадениях, непостижимо влияющих на судьбы и прочечивающих биографии. О неисповедимых тайнах творчества. О вторых – ведомых дублеров, проигравших, забытых. О славе и бесславе, удаче и неудаче, выборе и пути человеческом. Все вышеобозначенные сюжеты странным и порой удивительным образом складываются и переплетаются вокруг Льва Колесникова. В линии жизни героя преломилась история его родного Владивостока, страны и мира. Юрий Арабов – еще один из номинантов на премию «Ясная поляна». Он представил на суд жюри читателей книгу «Случай с кадастровом». Вот мнение Никиты Лейченко, библиотекаря абонемента из Красноярской научной библиотеки, прочитавшего эту книгу. «Если попытаться описать случай с кадастровым в нескольких словах, получится, в общем-то, детективная история. Очень обычного, даже заурядного учителя по фамилии Кадастров сажают в тюрьму за совершение действий сексуального характера. Ведет расследование дознаватель Никаноров, который, кажется, вот-вот расколет извращенца. Но вот незадача. Отпечатки кадастрова находят на взрывчатке уже в тот момент, когда тот находился в тюрьме и физически не мог этого сделать. Многим книгам может не понравиться, но рассуждение автора о Боге, жизни, как минимум, вызывает интерес. Сложные вопросы, поднимаемые в романе, рассматриваются через призму иронии, поэтому сильно заскучать от философии не выйдет. А колки и шутки так вообще хоть на цитаты разбирай. Вот послушайте. В 90-е гостиницу «Россия» взорвали, сделав на ее месте дендрарий. Или, моя любимая цитата, пишет Никита Лейченко. Он мыслю, следовательно, представлял для общества опасность. Самопроизведение небольшое по объему, но, как мне кажется, очень большое по содержанию. Смело рекомендует тем, кто не боится оксюмаронов, абстракций и желал бы прочитать интересное и вдумчивое произведение. Стоит прислушаться к мнению коллеги. Ася Володина представила на суд жюри «Ясные поляны» свою книгу «Протагонист». Девять голосов, девять героев. Всех их объединяет загадочная смерть студента престижной академии. Девять историй. Каждая следующая дополняет или разрушает сложившуюся картину событий. Девять внутренних монологов. Девять попыток найти себе оправдания и понять, почему античный культ совершенства приводит к человеческим жертвам. Университетская романтика, общага, поступления, экзамены, нервы. Возможность взглянуть на мир высшего образования изнутри. Писательница Вера Богданова пишет о книге «Протагонист». Каждый из героев рассказывает свою версию событий, ведущих к неотративной трагедии. В финале их голоса сливаются в хор, который дает читателю разгадку и умолкает на высшей ноте. Еще одна перепрезидентка на премию «Ясные поляны». «Анна Старобинец. Роман «Лисси Броды». Это приключенческий мистический триллер про затерянное на русско-манжурской границе проклятое место, в котором китайские лисы-оборотни встречаются с советскими офицерами, а белые зэки с даосом, владеющим тайной бессмертием, захватывающие страшное путешествие в сердце тьмы, где каждый находит то, что он заслужил. Кто-то – любовь, иные – смерть, а абсолютно все – свою единственную, верную, предначертанную то ли богом, то ли чертом судьбом. Ана Старобинец – одна из немногих российских писательниц, работающих в жанре хоррор или ужасы. Премия «Ясная поляна» – номинация современной русской литературы «Назовет победителей» только в октябре. Новая номинация литературной премии «Ясная поляна» пропущены из шедевры. Она для переводчиков. Учреждена эта номинация в 2023 году с целью отметить произведения мировой литературы, незамеченные российскими критиками и переводчиками в момент выхода книги в свет и открытой для русского читателя уже после смерти автора. Премию получает переводчик. В список номинантов пропущенной шедевры в премии «Ясная поляна» вошла книга Пола Фокс «Отчаянные характеры». Перевод с английского Евгения Макаровой. Книга была опубликована в 1970 году и считается вершиной американского реализма. Сюжет ее таков. Софи Бентвуд, замужняя дама, живет семьей в Бруклине. Однажды она захотела угостить бездомного кота молоком, поделиться с несчастным Торикой своего благополучия. А кот укусил ее за руку. И череда заурядных, но при том зловещих событий начинает терзать супругов Бентвудов. Ожидание анализов на бешенство становится настоящей мукой и испытанием для всех, для самой Софи, ее мужа, ее друзей. Обнажаются все разломы и бездны образцового, в кавычках, брака Бентвудов. Проблемы в отношении Софи с миром и с самой собой. Роман погружает читателя в тревожную атмосферу психологических фильмов Бермана и триллеров Ячкока и держит в невероятном напряжении до самого конца. На премию номинируется переводчик Евгения Макарова. В номинации «Иностранная литература» премии «Ясная поляна» представлено 8 книг. Одна из них – «Кокон» китайской писательницы Джан Южань. Одноклассники Ченгун и Ли Ця Си дружат. С детства они не очень счастливы. Мать мальчика Ченгуна сбежала с продавцом лакричных конфет, а девочка Ли Ця Ти безуспешно пытается служить любовь бросившего семью ради лучшей жизни отца. Кроме семейного неблагополучия, друзей обвиняют страстную любовь к расследованиям. Но они не подозревают, что очередная вытащенная на свет тайна очень скоро положит конец их дружбе и заставит резко повзрослеть. Расследуя жестокое преступление, совершенное в годы культовой революции, друзья узнают, что в него были вовлечены их семьи, а саморазрушение, отравившее жизни родителей, растет из темного прошлого. Хотя роман полон истинно азиатской жестокости, Джан Южань оказывается по-христиански милосердна к своим героям. Она оставляет им возможность переломить судьбу, искупить грехи старших поколений и преодолеть передававшуюся по наследству травму. Стоит назвать самые солидные международные премии Нобелевская в области литературы, Пулитцевская и Букеровская. Пулитцевская премия ежегодно вручается авторам в области журналистики, литературы, драмы и музыки. Если говорить о литературной премии, то она вручается сразу в несколько номинаций за прозу, драму, историческое исследование, нон-фикшн, поэзию и биографию. В этом году впервые в истории Пулитцевской премии названы сразу две книги. Первая из них – работа американской писательницы и поэтессы Барбаре Кингсолвер «Демон Копперхед». Книга является модернизацией романца Чарльза Дейкенса «Дэвид Копперфилд». Главный герой истории «Демон Копперхед» вырос в южных Апалачевских горах штата Вирджиния, где бедность так же естественна, как растущая под ногами трава. Для него привязанность и безопасность так же далеки, как океан, который он мечтает когда-нибудь увидеть. Куда же заведет желание демона оказаться на той стороне мира, которая, как ему кажется, является безопасной и полной любви? Напомним, что женская премия за художественную литературу вручается в Великобритании с 1996 года. Ее считают одной из самых главных в англоязычной литературе. Награду получает роман, написанный женщиной любой национальности на английском языке. Вторая книга, получившая Пуллицеровскую премию за прозу – роман «Траст. Доверие» аргентинского автора Эрнанта Диаса. В аннотации к роману говорится, что действие его происходит в Америке прошлого, а повествование сосредоточено на одной богатой и амбициозной семье. При этом сам текст представлен в разных литературных стилях. Доверие – это сложный анализ любви и власти. Герой романа рассказывает об обеспеченном мужчине, к которому они пришлись по вкусу, его собственные мемуары. Тогда он обращается к своей секретарше, чтобы она написала книгу, основанную на истории его жизни. В ближайшем будущем работа Диаса должна стать сериалом и главную роль в котором получит Кейт Уинслет. Еще одна престижная премия – международная Букеровская. Ею награждают лучших авторов художественной литературы, переведенной на английский язык и изданной в Великобритании либо Ирландии. Премия делится поровну между автором и переводчиком. В 2023 году ее получил болгарский прозаик и поэт Георгий Господинов. Переводчица на английский Анджела Родель. О чем роман? Господин, представляющийся не иначе, как Гаустин, открывает необычный медцентр под названием «Возвращение прошлого». Каждый этаж в центре модулирует определенные десятилетия, позволяя воскресить давно угасшие воспоминания и помогая одолеть болезнь Альцгеймера. И неожиданно клиника начинает ломиться от людей, которые не застали условные 50-е, но очень по ним тоскуют. Прошлое окажется им привлекательнее, непонятного и тревожного будущего. И вскоре милая ностальгическая ситуация стремительно выходит из-под контроля, приобретая межгосударственный, никаких привлечений, масштаб. Этот текст, обманчиво просто написанный, заманивает тебя на перекресток авантюрного романа, антиутопии и романа размышления. «Время убежище» – так называется роман. Он сам по себе нерядовой и в 2023 году кажется особенно нерядовым. Попытка дважды войти в одно и то же прошлое всегда приводит к катастрофе. Сумирит господинов интервью одновременно свою книгу и окружающую действительность. Но если попытка все-таки состоялась, что ж, тогда самое время перестать бояться будущего и все-таки взглянуть ему в глаза. В этом обзоре мы постарались рассказать о новых книгах текущего года, лучших по мнению экспертной жюри. Будем ждать новые имена, новые книги и искать лучшие для себя. И совсем не важно, что наше мнение не совпадает с мнением экспертов литературы. Недаром в премии «Ясная поляна» появилась номинация незамеченные шедевры. Каждый читатель имеет право выбрать свой шедевр в книжном многообразии. И надеемся, что наш обзор в этом поможет. Субтитры сделал DimaTorzok